Разрытые ямы, ржавые трубы и отсутствие рабочих – уже привычные дополнения к осеннему пейзажу на улице Конарева. Люди мерзнут, ремонтные работы тоже заморожены. Вечером 11 октября заместитель губернатора Алексей Дидов и мэр Виктор Карамышев уже посещали этот участок. Тогда на месте никого из рабочих застать не удалось. Руководство «Квадры» пообещало, что уже на следующий день сюда выйдут сразу несколько бригад. Однако на деле здесь находится лишь один экскаватор. Виктор Карамышев и Алексей Дидов проверили участок снова. Увиденным остались крайне недовольные. Этот экскаватор копает один, и все. А что, где люди, которые демонтаж должны делать? Вычищать трубы. Резать трубы, вычищать, песок заложить. Где это все? Такая работа, ну, никого не устраивает. Я вам говорю, есть бригады, которые готовы прийти и делать. Вам они не нужны. А ваших бригад мы здесь не видим. А 10 октября на улице Конырева было жарко. Здесь горел экскаватор той самой подрядной организации, которая занимается ремонтом теплосетей. Ну, дом еще не начал. Это забор. Забор, да. А дом может тоже сейчас начать. Счастью тогда обошлось без пострадавших. А вот в ледяных бетонных коробках люди заболевают целыми семьями. Елена Зубкова открывает окно квартиры без страха. Женщина утверждает, что холоднее внутри уже не станет. Говорят, что на улице потеплее, чем в квартире. Намного теплее. Я дома выхожу из дома. Думаю, боже, что же одеть? Руки холодные, ноги холодные. Выходишь, на улице тепло. А дома ходишь в сердупах. Это же страсть какая-то. Ну, сколько же можно это терпеть? От холода в квартире не спасает даже меховая одежда. Как вы с семьей справляетесь вот с такими холодами? Как? Вот спим. Вот так как ходим, так и спим. Только что сапоги снимаем. Невозможно так. Вообще, руки просто посмотрел. Как у утки уже красные все от холодной воды. Какое тут здоровье будет? Какой коронавирус? Чем они там занимаются? Вот как мы одеты, так мы ходим. У меня вот трое детей. Они все сидят дома. И все мы одетые ходим. Тяжело. Без горячей воды, без отопления. Время, какое погода. Очень тяжело. Маленькие дети. Это хорошо, как у стиральной машины автоматы есть, чтобы стирать. А так греем кастрюли, включаем отопительные приборы. Сейчас в Курске все еще ждут в подаче тепла жители 15 домов. Станислав Костиков, Геннадий Воробьев. События дня.